Привет вам из Чайна Тауна, Сингапура. Смотрите, у них уже Новый год начался. Достаточно симпатично. Ну, вот та сторона, по которой я иду. Ну, дико-дико душно, влажно, жарко. Я в свитере была, как, не знаю, белая ворота, но пришлось переодеться. Всем привет из Сингапура. И дикие цветочки. А еще я сегодня пойду вот сюда, на кирсу. Красота, лепота. Хоть я не очень люблю архитектуру подобную, современную. Билет на колесо обозрения я купила в интернете. Кстати, дешевле, чем покупать, так, в кассе. Единственное, что они спрашивают, карточку. Вот такая красота открывается с колеса обозрения в Сингапуре. Тут Формула-1, что ли, проходила. Смотрите. Марина Бэй. Спасибо. Ой, мы уже высоко. А вот сам. Само колесо. 3 декабря. В Сингапуре уже рождественские гуляния начались. Со вчерашнего дня вот открылась. Какая интересная вещь. У нас началось представление. 8.45 вечера. Они его провозят. Вот он. Красиво. Как в Аватаре. Очень много местных отдыхают с детьми. Сегодня суббота вечер. Меняется музыка, и свет меняется. Многофункциональные у них эти цуточные деревья. Видите, могут елки выполнять. Невероятно красиво. Ощущение, что я в каком-то Нью-Йорке сижу, что ли. Сингапур. Сингапур это постоянное строительство. И вот забавно, что рядом с такими зданиями находятся исторические какие-то вещи. Это храм, посвященный Зубу, Будде. Мне кажется, что на Будде все помешались. В Непале он якобы родился. В Индии тоже в нем в душе не чая. Поскольку времени мало. Не могу поехать ни в зоопарк, ни в подобные какие-то вещи. Я решила поехать в другой парк. Называется Хаопарвилла. В этом парке собрана вся мифологическая история Китая. Да и всякие прикольные скульптуры, не связанные с историей. Сказать, что интересно, не могу. Может быть, детям понравится. Момент еще такой, что я попала на момент реконструкции. И тут все в шуме в таком. Приехала в район Маленькая Индия. По магазину сразу можно понять, где я. Пошли старенькие здания. Сейчас немножко прогуляюсь. До арабского квартала хочу дойти пешком. Тут должно быть минут 15. Очень жарко на улице. Мало того, что влажно и душно. А это значит, ты ходишь весь мокрый. Заходишь в метро, где работает жуткий кондиционер. И невыносимо гулять. Так это уже декабрь. Я не знаю, что люди сделают тут в другое время года. Можешь кокосик купить, а? Вот фрукточки всякие продают. Рыночки я люблю. Я не знаю, что вижу на полу. А нет, вы смотрите, а курок есть. Это листья из деревьев. Нет никакого мусора. Все очень правильно организовано. И вот этот желтый круп, насколько я знаю, нас приходит заезжать нельзя. И мяч в штраф. Еще очень грамотно подходит здесь. И вот я в арабском квартале. Самая знаменитая здесь, это в этом мечеть. Все достаточно красиво. Особенно на фоне современных зданий. Вообще забавно. А вот, кстати, предлагают блюдо из дикого оленя. Не хотите? Я, кстати, голодна и не прочь бы что-нибудь съесть. Вот вам кухонька, сразу готовят при вас. Какая-то пицца с мясом внутри, как я понимаю. Пирожок. Что-то такое, йогурт какой-то, непонятно, смотрите. Какие-то сладости, как я это люблю. Очень хочу кушать. Средне дороге. Обедала очень вкусно. На 70 г курских долларов. Это где-то 5 евро. Там уж сами приводите. Мне принесли аж 4 тарелки. Это рис с какой-то подливкой. Ну, естественно, островатый. Хотя заказывала я другое. Кальмары. И еще какая-то зелень была. Не знаю, какой-то овощ. В общем, 4 тарелочки. А, еще плюс 2 молочный чай. Я не знаю, как это все совместится в моем желудке. В общем-то... Много парков, зелени в Сингапуре точно радует. Поэтому меня, наверное, и не смущают вот эти высотки жуткие. И достаточно все смотрится, все органично. А вот и мечеть. Мой китайский квартал, где я живу. Пойдем. Вот где-то здесь я вчера ужинала. С пивком. Вот за этим столиком. Метро в Сингапуре очень современное. Хотя я такое же видела и в Индии, и в Дели. Это где-то в Испании еще похожее. Люди одеваются очень просто. Ноги в шлепанцах, в шортах, в майках. Ну, в метро кондиционер пашет. Будь здоров, конечно. Вот я жду свой поезд. Они ходят очень... С большой чистотой. Так что можно за недорого совсем уехать с центра города в аэропорт прямо на метро. Три минуты мне остается ждать. Единственное, что там будет пересадка. Потому что эта ветка идет... Раздваивается. Спасибо. Спасибо.